МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня о самых запоминающихся событиях в истории России и мира будем рассказывать мы, Александр Рохленко и Людмила Татарова. Вы смотрите программу «День веков хронограф». В этот день, 11 февраля, в разные годы и века родились многие известные люди, среди которых... Французский писатель Бернар де Фонтеней и английский физик, один из изобретателей фотографии Уильям Тальботт. Американский изобретатель Томас Эдисон и советский актер Василий Качалов. Советский скульптор-монументалист Иван Шадр и советский писатель Виталий Бианки. Американский физик Силерт Лео и советская актриса Любовь Орлова. Датский архитектор, дизайнер Арне Якобсен и американский писатель Сидни Шелдон. Сегодня 11 февраля. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Этот день в истории человечества был отмечен следующими событиями. В 1697 году Петр I разрешил продажу табака в России. А в 1724 тоже Петр I издал указ о присылке в Сенат ежегодных рапортов о состоянии фабрик и образцов, производимых на них товаров. В 1829 году в Тегеране погиб писатель, композитор и дипломат Александр Грибоедов. А в 1918-м Совнарком принял декрет о демобилизации Царского флота и об организации рабоче-крестьянского Красного флота. В 1929 году между Итальянским государством и Ватиканом были подписаны соглашения, признающие образование на территории Рима суверенного государства Ватикан. В 1945 году завершила свою работу Крымская конференция Большой Тройки, на которой приняли план послевоенного устройства Европы. А в 1970-м был выведен на орбиту первый японский искусственный спутник Земли Оссуми. В 1971 году представители 63-х государств, включая США, Советский Союз и Великобританию, подписали договор о запрещении ядерных испытаний на морском дне. А в 1975-м Маргарет Тэтчер была избрана лидером консервативной партии Великобритании. Сегодня 11 февраля. В эфире программа «День веков хронограф». Теперь мы более подробно расскажем вам о событиях, произошедших в российском государстве в былые времена. 11 февраля 1480 года Объединенное русское войско направилось в Ливонию. Это произошло после того, как, нарушив мирный договор, ливонцы в январе 1480 года совершили внезапное нападение на города псковских земель. Псковичи обратились за помощью к Ивану Третьему, который направил к нему войско, во главе которого стоял воевода Андрей Боленский. Объединившись с псковичами, московская рать 11 февраля направилась в Ливонию. Был захвачен один из орденских замков, разорены окрестности Дерпта, а 20 февраля все вернулись назад с множеством полона и с многим добытком. Но немецкие нападения продолжались в течение всего года, пока в феврале уже следующего года против них не был организован серьезный поход. Было собрано 20-тысячное войско под командованием воевод Ярослава Аболенского и Ивана Плещеева. Новгородский отряд возглавляли наместники Иван Станищев и князь Василий Шуйский. Последний командовал и псковским полком. Вторжение в пределы Ливонии было совершено во время долго длившейся метели, к чему магистр ордена Бернт фон Дерборг оказался совершенно не готов. К тому же в составе русской рати впервые зимой была артиллерия. В течение месяца были захвачены города Каркус и Тарвост, разрушен и сожжен Фелин. В русских летописях он фигурирует как Вильят, а на карте современной Эстонии – Вильянди. Замок магистра ордена «Сам магистр бежал в Ригу» не был взят лишь потому, что воеводы согласились на переговоры. Жителями города был заплачен большой выкуп, а осенью 1481 года был заключен новый мир на 10 лет, который немцы уже не осмеливались нарушить. 11 февраля 1718 года царевич Алексей возвратился из-за границы в Москву. Отношения Петра I со своим сыном Алексеем едва ли не самый драматический момент в личной жизни царя. С детства Алексею очень не хватало отцовского тепла, зато со стороны Петра к сыну было много подозрений и недоверия. Как бы ни поступал царевич, отец был вечно недоволен. Чем дальше, тем отчужденность росла больше. Упорно не желая стать верным сподвижником Петра I, Алексей вызвал гнев отца и угрозу устранения от престола наследия и пострижения в монастырь. Петр I в письме к сыну изложил причины своего недовольства, царевичем и заканчивал его угрозой лишить сына наследства, если он не исправится. Спустя три дня Алексей Петрович подал отцу ответ, в котором сам просил лишить его наследства. «По неже вижу себя», – писал он, «к всему делу неудобно и непотребно. Того ради наследия, дай Боже вам, многолетнее здравие, российского по вас, хотя бы и братца у меня не было, а ныне, слава Богу, брат у меня есть, которому, дай Боже здоровье, не претендую и впредь претендовать не буду». Этим письмом царевич отказался от наследства не только для себя, но и для сына. Петр остался недоволен тоном письма царевича. В конце сентября Алексей Петрович получил письмо, в котором Петр требовал ответа, намерен ли он приняться за дело или хочет поступить в монастырь. В августе 1716 года Петр из-за границы прислал сыну письмо с требованием или ехать к нему, не мешкаясь более недели, или постричься и уведомить отца, в каком монастыре и в какое время он пострижен. Это до того испугало царевича, что он решился бежать. Он оказался в сущности в безвыходном положении, не желая, видимо, на самом деле неофициально отказываться от престола, не постричься в монахе. В ноябре Алексей Петрович явился в Вене к вице-канцлеру Шенбурну и просил защиты от несправедливости отца, желающего постричь его, чтобы лишить наследства его самого и его сына. Император Карл VI собрал совет и было решено дать царевичу убежище. Генерал Александр Румянцев по приказу Петра I открыл место пребывания царевича и, приехав в Вену вместе с графом Петром Толстым, потребовал от императора выдачи Алексея Петровича или, по крайней мере, свидания с ним. Толстой обещал Алексею Петровичу выхлопотать разрешение жить в деревне. Это обещание ободрило царевича, а письмо Петра, в котором он обещал простить его, совершенно успокоило. Царевич сначала поехал в баре на поклонение мощам святого Николая. Толстой и Румянцев следовали за ним неотступно. 11 февраля 1718 года царевича привезли в Москву, а через четыре дня состоялось первое его свидание с отцом. Царевич признал себя во всем виновным и слезно молил о помиловании. Петр подтвердил обещание простить, но потребовал отречения от наследства и указания тех людей, которые посоветовали ему бежать за границу. В тот же день царевич торжественно отрекся от престола. В обмен на отречение и признание вины Петр дал сыну слово не наказывать его. Но отречение не помогло, и желание Алексея уйти в сторону от политических бурь не сбылось. Петр велел провести следствие по делу сына. В июне он был посажен в Петропавловскую крепость, но это уже другая история. 11 февраля 1720 года по указанию Петра Первого адмиралтейство коллегия вынесло решение. Крестьянина Ефима Никонова отослать в контору генерал-майора Головина и велеть образцовое судно делать. В 1718 году крестьянин подмосковного села Покровская, Рубцова, плотник казенной верфи Ефим Никонов подал царю Челобитную о постройке военного судна, которое будет ходить в воде потаённое. Подходить к вражеским кораблям под самое дно и из снаряду забивать корабли хотя бы 10 или 20. Весной 1724 года построенная из дерева первая в мире подводная лодка в присутствии Петра Первого адмиралов, капитанов чиновных людей и людишек простого звания была спущена на воду и погрузилась на глубину 3-4 метров. Однако от удара о грунт было повреждено деревянное днище и судно дало течь. Его и изобретателю удалось спасти. Император приказал Никонову укрепить корпус и повелел, чтобы ему никто конфуза в вину не ставил. Работы продолжались ещё 4 года, но после смерти Петра завершить их не удалось. Адмиралтейство коллегия разжаловала Никонова в рядовые адмиралтейские работники и сослала в отдалённый Астраханский порт. И лишь в 1775 году американец Бюшнель выступил с проектом лодки, являвшейся по существу вторым открытием уже однажды существовавшего. В следующей части нашей программы мы расскажем вам о других не менее запоминающихся событиях этого дня. До встречи!